Добрый день! Здравствуйте! Сегодня с вами приготовим клубничный пирог. Тут тесто с творогом и маслом. Поэтому нам понадобится масло, творог, мука, сахар, соль, разрыхлитель и ванилин. А для начинки клубника, крахмал и еще раз сахар. Какой бы он вредный не был, без него никакой выпечки. Теперь добавляем в миску творог, масло, соль и перемешиваем. Добавим сахар, который положен для теста. Его тут очень мало. Буквально не полная ложка столовая. И добавляем муку. Хорошенечко все надо перемешать. После того, как все хорошенечко перемешается... Да, и не забудьте, разрыхлите чайная ложка. После того, как перемешается, будем месить руками. Замешиваем тесто недолго. Вернее, месим тесто недолго. Тесто будет полурассыпчатое. Полу... Такое... Как бы сказать... Его легко собрать в комок. Он не будет полностью рассыпчатым. Теперь разделим тесто на две части. Одна часть нам понадобится для низа, а вторая часть для верха. Тот, который для низа, будет чуть больше, чем верх. Так как там будем делать бортики. Все, отложим в сторону. Теперь приготовим клубнику. Клубнику очищаем от плодоножки и нарезаем кусочками. Кусочки будут не очень мелкие. Можно разделить на несколько частей. Этого достаточно. На нарезанную клубнику высыпаем сахар. В этой стадии можно ставить на огонь. Но я перемешаю все сразу. Я добавлю сюда ванилин. Я добавлю сюда крахмал. И чуть-чуть воды. Пачка ванилина, вернее, ванильного сахара. Здесь его 5 грамм. Полторы ложки крахмала. Если у вас картофельный крахмал, то возьмёте ложку. Если, как у меня, кукурузный, то полторы ложки. И надо налить сюда 3-4 ложки воды столовой. Ставим на огонь. После того, как хорошенечко перемешаем и варим до тех пор, пока полностью сварится крахмал. То есть, это будет похоже что-то на кисель, но погуще. Вот такое состояние будет. Долго. Можно варить очень долго, но этого делать не стоит, потому что цвет клубники изменится в худшую сторону. Возьмём форму. У меня форма со снимающимся дном. Если у вас нет таковой, можете использовать даже сковородку, чтобы борта были невысокие и вам было удобно доставать оттуда ваш пирог. Теперь хорошенько распластаем пирог по дну формы или жморти раскатать. Бортики надо приподнять, так как наша жидкость, вернее, наша начинка, она жидкая. Дно я посыпаю измельчёнными или орехами, или миндалёром, что у вас есть. Или фундуком. Это придаст более такой необычный вкус. И накрываю вторым слоем, то есть верхним слоем. Всё. Теперь чуть-чуть приведём в порядок. Для того, чтобы наше тесто не поднималось пузырями, или чтобы оно пропеклось хорошо, надо на нём сделать дырочки. Или посередине одну дырку, или же по всему периметру. Я взяла ножницы и надрезала на нём вот такие надрезки. Всё. Теперь идём в духовку. Упекался пирог 25-30 минут. После того, как я достала, обсыпала его сахарной пудрой и разукрасила клубникой. Скажите, сколько градусов? Как всегда, 180 градусов, печём 20-30 минут. Это зависит от вашей печки и от того, какое у вас получилось тесто. А теперь попробуем. Очень вкусно. Но дайте пирогу остыть. Пирог должен остыть, чтобы не вытекала начинка. Заранее. Приятного вам аппетита. И желаю вам удачи. Спасибо, что досмотрели до конца. До свидания.